Утренний гость Максим, не знаю, как твое утро началось, но мое началось со звонка. Звонка нашего гостя, который сказал, что все нормально, мы сегодня в эфире, я уже готов, я приеду, чашечку кофе мне нальете, все будет в порядке. То есть он позвонил тебе в 4.30 утра и сказал, что я еду, собирайся. Примерно так это было. Мое утро, как всегда, началось, друзья, с будильника, и прозвенел он раз в 5, наверное, и только тогда я с постели свалился и побежал уже, конечно, сюда в эфир. Это будильники шоу, друзья, напоминаем, сегодня 16 марта, говорим сегодня про пение. И у нас потрясающий молодой человек, который о пении знает очень много, и сейчас он будет рассказывать. Никит Кунов. Доброе утро, Никит. Доброе утро, уважаемые телезрители. И радиослушатели в том числе. И радиослушатели, доброе утро, Ань, доброе утро, Максим. Привет, Никит, тебе не только певец, но еще и композитор, правда? Ну, громко сказано, но тем не менее являюсь уже, да. То есть налалакаешь сначала, а потом кто-то правильный, никто узнает гармонию, как правильно все это сложить, тебе уже напишут аранжировку. Я правильно говорю? Аранжировку как раз я стараюсь писать сам, потому что все-таки это мои мысли. То есть я стараюсь сохранить произведение в том формате, в котором оно изначально написалось. Слушай, как мы сразу перешли прямо к творческому процессу. Прямо сразу. Я хотел тебя спросить, кофе-то удалось тебе попить с 4 в 30 утра? Потому что, наверное, закидался несколько чашек кофе, чтобы наконец-то проснуться. Нет, кофе попить удалось, слава богу, потому что, честно, мой утром не проходит без кофе, я как-то вот не могу проснуться. Но я тоже кофеман и выпил сегодня целых две чашки, друзья, но не об этом. Вот как раз-таки перейдем уже непосредственно к творчеству. А в каком классе или, не знаю, в детском саду тебя поставили на стульчик и ты начал петь? Или это все произошло спонтанно? Ты пришел после прогулки с девушкой и у тебя возникли мысли, что надо ей посвятить... Голос прорезался. И прорезался голос, как-то без постановки, без постановки. Нет, на самом деле я пою с самого детства, то есть вот как-то мама заметила, и она не повела меня насильно, я сам этого захотел. Вот, и первый мой педагог является Вячеслав Евгеньевич Тюльканов, которого я очень долго занимался и, можно сказать, по сей день занимаюсь. Понятно. Как дальше шел твой творческий путь? После чего? После вокальной студии. Ну, сейчас я обучаюсь в музучилище имени Павлова, в нашем Чебоксарском, на первом курсе. Какое отделение? Музыкальное искусство эстрады. О, все-таки на эстраду. Ну, нормально. Да, на эстраду на отделение. Ну, здорово и хорошо. Хорошо. А что интересного вот ты, например, для себя принимаешь извне и потом это вот как-то вот перекладываешь на музыку, либо на стихи? Что для тебя первично? Ты пишешь вообще стихи? Честно, это получается как-то очень спонтанно. Вот буквально последние две песни были написаны абсолютно случайным образом. Какие-то пару рифм пришли в голову, быстренько записал и пошло, пошло, пошло. Дальше пошла аранжировка, пошла гармония. Все это вот как-то происходит очень быстро и не успеваешь следить на самом деле за процессом. Ну, ты настоящая творческая личность, потому что все певцы, поэты и музыканты все так говорят, что это не мы, друзья. Это как будто кто-то ведет мою руку и я записываю чужие мысли. На самом деле это правда так. А что тебя вдохновляет? Кого-то путешествие, кого-то любовь. Путешествие? Я не знаю, что меня вдохновляет на самом деле. Вот как-то вот спонтанно происходит и не понимаешь. Вот потом, когда вот хочешь что-то написать, а не получается. И не знаешь, откуда черпать вдохновение. Мне кажется, это талант. Когда не понимаешь, откуда все это идет, но это есть. Наверное, это какой-то вот такой внутренний мир, который просится наружу и не каждому это дано понять. Но хорошо, что это у тебя есть. Сколько у тебя уже твоих творений, громко будем говорить. Так, мы начнем с того, что официально представлено три сингла. Сейчас пишется альбом, в котором будет еще штук, наверное, 10 плюс. Вот, и это все как-то старается в быстром темпе работать. То есть пишутся аранжировки сейчас, происходят последние, допустим, какие-то штришки. Вот. И я думаю, в скором времени я уже актуально буду просто двигать его уже вот в массу. Друзья, что из этого получится? Какие еще у нашего гостя есть перспективные планы развития, его творчества и вообще личности в целом? Мы поговорим в следующем выходе. А пока что прервемся на музыкальную паузу и вернемся потом. Будинке шоу продолжается. Утренний гость Мы продолжаем прямой эфир. Это будильники шоу. У нас в гостях сегодня молодой певец, даже композитор, я не побоюсь этого слова, Никита Кунов. Еще раз доброе утро тебе. Еще раз доброе утро. Ты знаешь, когда моя родная сестра увидела тебя по телеэкрану, она позвонила мне, потому что я в курсе всех событий, и говорит, кто это? Что за певец? Девочка влюбилась. Такие классные песни поют. Я говорю, это Никита Кунов, молодой исполнитель, и у него большое светлое будущее музыкальное, я в этом не сомневаюсь. Никита, ну расскажи о своем творчестве. Вот Максим тоже за эфиром говорил. Хочешь ли сольный концерт свой собрать? Готов ли ты к этому? И скоро ли это будет? Ну вот, как раз еще раз напомню, что сейчас заканчивается такая стадия завершения альбома. И после этого будем готовить что-то, да, большое. Есть в планах сольный концерт. То есть, либо это ДК-тракторостроительным выбираем, либо какую-то другую площадку, такую большую, чтобы было все глобально, чтобы было все массово, чтобы все те задумки, которые есть у меня и вообще у моих людей, которые мне помогают, они были осуществлены. Никит, будем желать, чтобы ты Чебоксар, чтобы ты Чебоксар-арену собрал. Арену тоже сверху. Мы туда придем в первую очередь, Максим. А вообще можно, да, можно на Красной площади сделать свой концерт, там собираются до 40 тысяч зрителей, слушай, будем аплодировать тебе стоя. Но мы в вип-места займем, ладно? Вип-места. Ты обязательно нас пригласишь. Все сплачено. Друзья, вот видите, как у нас происходит? Мы с утра так вот радуемся и уже пробиваем себе концерт этой мег-звезды будущего, собственно говоря, наши классные себе места. Ну, на Красной площади Никиту я уже видела. Конечно, не в таком большом ключе, как сольный концерт, но какой-то блок, вот, полчасовой был, и это было очень здорово. Никита, меня интересует вот такой вот чисто механический, может быть, вопрос. Есть ли ребят, которые тебе аккомпанируют, с кем ты сотрудничаешь? Есть ли музыканты, которые играют твою музыку? Либо что? Вот как? Ну, пока мы, естественно, думаем, потому что если проводить концерт, то это, конечно, живой звук, да, потому что это круто, это другие ощущения, естественно, вот. Вот. И проводятся, да, какие-то, можно сказать, ну, не отборы, но отсматриваем те, которые бы помогли, на самом деле, в этом деле, потому что это очень тяжело отыграть весь сольный концерт. Ну, это пока для тебя тяжело, потом ты будешь несколько сольных концертов за вечер давать, когда ты уже обкатаешь, когда ты обкатаешь свою программу, и когда найдешь свою команду. Нет, смотри, круто может быть и какой-нибудь ведь электронный проект, это тоже же может быть круто, когда стоят люди, ты машешь рукой, и все в такт тебе подпевая, подмахивая тоже этими ручками, понимаешь, и пляжем, а может быть и так, если такие у тебя планы. Либо какая музыка у тебя пишется? Ну, больше, конечно, в электронном стиле, потому что, ну, как-то вот душа больше легла, наверное. Как-то больше душа легла. А я хочу вернуться к вопросу симпатии. Есть ли тебя поклонницы? Ну, мне как девушки интересно. Ну, я не знаю, вот как об этом сказать, но есть люди, которым нравится мое творчество, да, есть люди, которым не нравится мое творчество, это абсолютно естественно, потому что у всех людей разные мнения, и как бы не может быть, чтобы всем, да, допустим, что-то нравилось. А что касается девчонок? Ну, можно сказать, есть, наверное. А только скромно, ну, можно сказать. Ну, а что он сейчас будет сидеть тебе и говорить, да, ты знаешь, Аня, мне каждый день ВКонтакте пишут по 115 девочек, добавляется по 130 желающих со мной общаться, и все ждут своего человека. Не скажет же он так? Ну, я надеюсь, что через 10 лет так не скажешь, понимаешь, будет сидеть такой же непроснувшийся добрый Никит Кунов. Проснувшийся? В нашей же студии, да? Ну, нет, может быть, не в нашей, в других студиях, но тем не менее, вот так мы соберемся и будем так же по-доброму общаться и вот так вот говорить о творческих планах, а не о чем-то другом, как иногда, к сожалению, бывает. Ну, вот смотри, говоря, например, о музыке, да, сразу возникает вопрос, а есть ли какие-то ориентиры у тебя? На кого-то ты, вот мы уже говорили о том, что можно ли начинать с подражания, нельзя ли подражать, не подражать, на кого-то... Перепевать, перепевать, либо у тебя прям вот все свое, либо у тебя есть какие-то кумиры. Но если не хочешь об этом говорить, можно не говорить. Нет, мы начнем с того, что я с детства не любил кому-то подражать, потому что я считаю, что образ, он должен создаваться с нуля, то есть вот ты как, вот как у тебя, допустим, душа легла, вот как ты хочешь сделать, да, какие движения ты хочешь, допустим, выбрать на сцене, какую ты хочешь писать музыку, это должно быть все твое. Потому что вот это воспринимается людьми массами. И именно сегодня мы увидим твой клип, правда? Первый клип, да. Друзья, вот как раз-таки как получилось двигаться, не двигаться, сидеть, петь, смотреть в камеру, а может быть еще что-то у Никиты Кунова, мы прямо сейчас, друзья, предлагаем оценить вам, ну и, конечно, сами с удовольствием послушаем и посмотрим. Друзья, вот только что мы посмотрели замечательный клип, оценили, как Никит Кунов сидел в клипе, как стоял, как пел и послушали все это замечательно. Продолжаются будильники шоу и потрясающий молодой человек, который поет, пишет стихи, пишет аранжировки к своим стихам и потом все это являет нам вот так вот в прямом эфире будильников шоу. Продолжаем разговор. А кто же является режиссером клипа? Или ты сам тоже какую-то нотку вложил? Естественно, я вложил какие-то свои мысли, я вложил какую-то свою частичку себя, можно сказать, да. А режиссером выступил Евгений Иванов. Вот так просто. Евгений Иванов, да. Ну это какой-то, это наш? Это наш, естественно. Он выступил как оператор еще к тому же. Смотри, а вот для того, чтобы создать клип, это же необходимо не только, ну музыка, понятно, что написать музыку, там все. Это же нужно какую-то идею подхватить. Совместно? Вместе сидели? Или сидел ночами? Вместе сидели очень долго, писали сценарий ночами, потому что сроки были очень ограничены. Как всегда это бывает. Как всегда это бывает, да. Сделать надо было уже вчера. Сидели ночами, писали, долго думали, звонили друзьям, подкидывали какие-то идейки. В общем, это был очень долгий процесс, но мы все сделали так, как, в принципе, я задумывал изначально. Что новое планируется? Может, какой-то клип необычный в каком-то ярком, необычном месте? Или куда-то вы поедете специально? Раскрой тайны. Думаю, что вы раскроете. Ведутся съемки, ведется начальная стадия к клипу, к новой моей песне, к синглу «Воображение», которая уже, можно сказать, доступна на всех сервисах. Ее можно послушать, скачать в интернете где-то, да. Вот. И очень хочется, чтобы этот клип был очень необычным. Очень хочется вложить просто в него всю свою душу, весь свой, всю свою энергию. Хочется, чтобы... Все не надо, а ставь на поток. Все не надо. Потому что надо же потом еще что-то делать. Ты в планах и дозирована. Ну, по большому счету, он как-то так, в общем. Ну, хочется сделать, чтобы было не хуже того, что мы видели, да, чтобы это тоже цепляло. Ну, это и здорово, это и хорошо. Интересно, а что такого там будет отличного, например, от того, что мы видели вот сейчас? Ну, наверное, добавление каких-то интересных спецэффектов, добавление каких-то интересных различных сцен. Наверное, вообще, это планируется нечто большее, чем клип. А мне что большее, чем клип, это что может быть интересное? Вау! А это танцевальная будет композиция? Нет, это танцевальная. Никита задает вопрос. Вот чтобы с утра голос был бодрым, ярким, проснувшимся, а что, какие упражнения нужно сделать? Никакие. Не надо вставать рано сюда. Нет, вот парочку каких-то таких мини-мастер-класс от тебя. Ну, с утра вокалисты не поют. С утра реально вокалистам лучше не петь, потому что это может плохо повлиять в итоге на голос, да. Но если прям вот кровь из носа, нужно где-то выступить, то, наверное, это нужно очень правильно распеваться. Как ты правильно забываешь? Ну, не напрягая сильно утром голос. То есть что-то такое легкое, голос со временем по чуть-чуть вот сам начинает открываться. Слушай, давай вот подтвердим твои слова. Сейчас наверняка ведь врет, проснулся, выпил кофе и пошел пить. После того, как меня разбудил. После того, как тебя разбудил. Давай, покажи нам пару этих утренних распевок, когда не напрягаясь. Я тоже, кстати, потому что подхвачу это. Да, давай, готовься, потому что подхватишь и будем потом на троих соображать мысли петь, друзья. Максим, ты наверняка знаешь. Не надо на меня, сейчас я это знаю. Я с утра пью кофе и не пою. Давай, ты. Вот как ты делаешь? Допустим, вот обычная распевка на «м», то есть на мычащие звуки. И так чуть-чуть. Да, то есть в принципе сильно голос не напрягается и со временем, то есть парочку тональностей выше, парочку тональностей ниже, и голос уже существенно становится уже подлее. Ну и наверняка тебя на сценическом искусстве научили разминать аппарат, различные там, я не знаю, кошечки. Не буду показывать сейчас, это очень смешно выглядит. Это очень смешно. Ну вот мы сегодня с Максимом уже спели с утра, я не считаю, что это что-то плохим или таким сложно. Это очень хорошо, особенно с друзьями, когда появились. И поэтому сейчас я тоже предлагаю что-нибудь даэдакое исполнить. Друзья, Никита Конов сегодня у нас в будильниках, пора подытожить наш телевизионный эфир. Ну и коли уж мы заговорили на троих, Никита. Давайте споем тогда. А давайте споем, начинай. Замыкай округ, ты назад посмотришь вдруг, там увидишь в окнах свет, сияющий нам след. Пусть идут дожди, сотни лет от них не жди, камни пройденных дорог сумел пробить Росток. Друзья, вот такое замечательное, бодрое, доброе утро получилось у нас здесь, в будильниках шоу, на волнах и в прямом эфире национальной телерадиокомпании. Не замыкаем мы сегодня с вами круг, мы продолжаем вещание уже в радиоформате, но пусть ваши Ростки обязательно пробивают все дороги. Никита, огромное тебе спасибо. Ну мы продолжаем радиоформат. Всем удачного дня, отличного утра, бодрого настроения. Просыпайтесь. Да. Спасибо. 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 Спасибо.